Ребята, всем привет, с вами Ксюша, я приехала в Москву на 24 часа. Кто не смотрел мои прошлые влоги, ссылочка будет в описании, смотрите, тогда вы все узнаете. Там безумно интересное видео, смотрите. Так, значит, как всегда, мы начинаем свое приключение с кайфа. Мы пришли в кайф позавтракать, ну как позавтракать? Время 3 часа дня, мы все это время спали в отеле. Завтра мы уже вечером уезжаем, улетаем в Питер. В Питере вчера была такая жара, ребята. 32 градуса, сейчас посмотрим погоду. В Москве завтра 24 с дождем. Ну ладно, мы завтра в Афимол едем, в принципе, нормально. Пишем в комментариях вашу погоду. А в Астрахани под 50, всем привет. Так, мама взяла себе салатик, а я взяла себе стейк из лосося. Посмотрите, какая красота. В этот раз мы заехали в другой номер, но в тот же отель. Этот номер мне нравится побольше. Зацените пока мини-обзор. Мини-рум-тур. И давай клейся. Не факт. Потому что он уже весь в клею. Посмотрите, какой вид шикарный, да? Так, все, ноготь готов. Теперь я вам покажу новую косметику, которую заказала. Йоу. В общем, я хочу вам рассказать о крутофункциональной косметике из Южной Кореи. Называется Силимакс. Ее можно купить в Золотом Яблоке. Сейчас Силимакс завоевала корейский рынок красоты, и они пришли в Россию. Их косметика создана для улучшения состояния чувствительной кожи, но и также для увлажнения и укрепления защитного барьера. Первое, что мы посмотрим, это крем для лица на основе нони. Нони это такой тропический фрукт, который еще называют даром богов. Так как в нем куча антиоксидантов и более 150 видов других полезных элементов. Эти крема сейчас настоящий хит в Корее. А вот немного подробностей об этом креме. Крем нони повышает эластичность и упругость кожи. Сужает поры и отшелушивает омертвевшие клетки. Очень приятная текстура. Он успокаивает поврежденную кожу, смягчает и заживляет, улучшая состояние кожи изнутри. Пахнет очень классно. Так, следующий продукт. А это нони ай, крем для глаз. Этот крем интенсивно увлажняет, также разглаживает морщинки и заломы. И помогает избавлению от темных кругов. Он подойдет как для коррекции, так и для профилактики возрастных изменений вокруг глаз. Нужно нанести 4 точки на зону под глазами по скуловой косточке. Как-то так. Аккуратненько вбиваем крем подушечками пальцев. Пахнет шикарно. Продукт номер 3. А это нежное и легкое гидрофильное масло. Селимакс Дерма Нейчер. Оно прекрасно подойдет в качестве первого этапа очищения. Оно деликатно очищает, избавляя от черных точек. И насыщает кожу живительной влагой. Повышает эластичность и упругость кожи. И также помогает сужать поры. И кстати, это только половина его полезных свойств. И последний продукт. Это Дуал Барьер Тонер. Линейка Дуал Барьер специально разработана для ухода за сухой и чувствительной кожей. Увлажняющий тонер с молочной текстурой работает на восстановление защитного барьера кожи и ее функций. Он поможет защитить вашу кожу от воздействия негативных внешних факторов. И сделает ее покров гладким и смягченным. Тонер нежно обволакивает кожу и насыщает ее влагой на длительное время. Ну, как пахнет. Без липкости. Кожа становится наполненной и шелковистой на ощупь. Я не могу сказать, какой из этих продуктов мне понравился больше всего, потому что я буду пользоваться всем. Если вы тоже хотите крутую и качественную косметику из Кореи, переходите по ссылке и заказывайте. Я считаю просто... Это факт. Помню, я, короче, говорю, мам, посмотри, все нормально у меня, вот так поворачиваюсь. Типа иду так вот, смотрю на маму. И такой мужчина говорит, да красивая, красивая. Я так думаю, блин, ненавижу, когда мне делают комплименты на улице. Незнакомые люди. Это прям вообще, когда девушке, добро пожаловать. А вот когда мужчины... В директе также у меня лично, в моем аккаунте. Времени в Москве у нас не так много, всего лишь 24 часа. Мы пришли в ЦУ. Я хотела посмотреть себе кое-какие сапоги, но есть проблема, что, по-моему, остался только 40-го размер. А у меня это не 40-го, у меня 37-й, наверное, или 38-й. Ну вот, короче, проблема. Не знаю, что делать я, не знаю, где их еще купить. Их можно только заказать, а в ЦУМе они есть. Еще у меня есть в планах купить кисточку Диор. У меня уже три в коллекции, сейчас купим четвертую. Если не найдем здесь четвертую, значит, пойдем в ГУМ, там точно есть. Все, короче, заходим. Я хочу погулять. Если мы не найдем какую-нибудь обувь, мы пойдем в Никиту Ефремов или еще куда-нибудь возьмем кроссовки. Вот так вот. Короче, третью кисточку Диор я купила в Астрахани. Вот. Мы снимали это на видео, но, видимо, это не нашли вообще у себя в телефонах. И еще мы снимали подписчицу на влог, как к нам пришли в поезд. Но этого тоже у нас нет в телефоне, ребят. Мы в шоке. Видимо, мы все удалили, потому что оставить не хватает. Так, вот мы пришли к Диор кисточке. У меня есть только такая для тона. Вот такая есть для растушевки. И есть для пудры. Но ее тут уже нет. Кабуки я бы не хотела, наверное, сейчас брать. Но если она есть, то возьму ее. 21-я, да, которая? 21-я есть, 24-я. Вот, 24-я, нет. 23-я, 22-я. А 21-я есть у тебя, что ли? 21-я есть. Давайте вот эту. Что, две взять? Бери две, пока есть. Мы выбрали три кисточки Диор. Сейчас оплатим и пойдем дальше гулять. Пока эти кисточки были в наличии, я решила их сразу купить, потому что их нет даже в Дубае, ребята. В Россию поставки закрыли, их нет даже в Дуба, не знаю почему. Значит, я взяла вот такие три кисточки. У меня есть вот такая кисть, есть вот такая кисть, есть кисточка для пудры, и теперь есть такая, и еще две, которые тут не выставлены. Вот такие две. Ну и подарочек там, да, небольшой. Сейчас мы пойдем на этаж с обувью, погуляем там. Вот. Если ничего не найдем, значит, ну, как бы проблема. Рикол. Класс. Я не хочу косметику смотреть. О, вот. Нам на третий этаж. Так, пришли на третий этаж. Сейчас будем гулять, смотреть, куда нам, потому что я даже, честно говоря, не знаю, где находится эта фирма. Просто погуляем. Так, это, по-моему, не то, что нам надо. Они такие с материалом, но тоже высокие. Это Versace вроде, да? Тоже высокие, но не то. О, всякая сумочка классная, мам. Смотри, какой блеск. О, какая интересная. Сколько такая стоит сразу, смотри. Очень интересная. Да, посмотрю. И вот еще туфли такие же есть. Кто это будет носить? Мокро. Я? Нет. Такой пинг. Смотри, какая сумочка классная. Вот. Мамушка. Какая хорошенькая. Ты на 0,5 снимаешь? Да. Ну, я. Вот красненькая вообще, прямо к помаде красная. Ну, ты посмотри, какая интересная. У меня такой же символ на сумочке есть. Давай посмотрим, сколько стоит. Два розовая, два в честь в армии все-таки. Мне кажется, девочкам просто интересно узнать, сколько стоит такая сумочка. Вот, 67, 968. И туфли классные. Какие тебе больше нравятся? Ну, вот эти на широком кабунке. Салатовые или оранжевые? Наверное, больше салатовые. Может, примеришь? Нет. Я не такие ищу, мама. О, вот еще прикольные. Класс, да? Сколько стоит такие туфли? 47,900. Но это сумочки. А это номер 21? Это фирма, номер 21, да? Посмотри, какие туфли тоже интересные. Ну, мне прям не нравится, что вот это как-то... Красота. Вот эти очень красивые, да? Такие полупрозрачные. Все, тебя на каблучки тянет. Ну, конечно, блин. Все, какие кроссовки. Мне такие вообще не нравятся. Просто определенные. А мне нравится. Ну, и я не удивлена. Это Баленсиаги. Вот, покажи вот это Крокси с коллаборацией Баленсиага. А вот эти, смотри, тоже Барби какие. Стоят такие 72. Ой, я думала, дороже такие стоят. Они как ободранные, видишь? А у Вали Кармала не такие были? Нет, у нее... Ну, может, кстати, такие есть, но это нет. У нее другие. У нее прям похожие были, ты мне показывала. Это не Баленсиаги у нее были. Нет, у нее другие были. Мне просто так понравились у нее кроссовки одни розовые. Прям божественные. Не знаю, что за фирма, правда. Но вот эти похожи, но не они. А я хочу прям такие же, как у нее. Вот так вот. Смотри, какие туфли классные. Это Versace джинс кутюр. У меня сумочка розовая, мохнатая есть. Не помнишь? Вот эти тоже классные. Вот эти вообще еще круче. Это Барби. А вот Барби, смотри. Нет, Барби это нежнятина. Вот это Барби. Это слишком неоново. В общем, я хотела взять себе вот такие сапоги. Они божественные просто. Но они здесь только онлайн. А я прям категорически не хочу заказывать обувь онлайн. Потому что я боюсь, что я не попаду с размером. Во-первых, куда нам ехать? Вот. Сейчас посмотрим. Выходим, и тут сразу вот это. Смотрите, какие штаны классные. Они шорты. Светка. Джараха подыхай, да? Да, джараха подыхай. А где джараха? В Москве, по-моему, сейчас? Или нет? Не знаю. Я хочу посмотреть сцену. 60 они стоят. Я хочу пойти к сумкам. А пусть какой комбиск посмотри. Нет, комбиск мне не нравится. Я с блестками посмотрела. О, Барби. Да вот Барби, штаны. Трэш. Это точно не они. Но они прикольные. Очень тяжелые. А тут не написано. А? Не написано, цена. Зато если комплимент кто-то скажет, как... Можно ногой умазать. О, как классно. Ой, тишина. Так, мы пришли к дизель. Я дизель еще ничего не покупала. Ребята, вам не кажется, что вот этот шоппер идеально подходит к моим сегодняшним штанам. Но, как бы, я смотрю шоппер, наверное, больше в школу. А в школу я в этих штанах точно не приду. Хотя, очень жаль, я бы хотела. Итак, что я вижу интересное. Посмотрите, какие сапоги. К джинсам идеально подходит. А мне вот эти шопперы. Ну, это даже трусы больше. Смотри, рваные тоже, смотри. То есть, одна сторона рваная, да? Не люблю я такое. Это слишком, слишком, я считаю. Так. Тут есть кроссовки. Есть вот такие мюли. Или туфли их называют. Или мюли, без разницы. Сейчас посмотрим. Туфли за... Ну, 30 тысяч. Как это носить? Прикол. Капец, я хочу у тебя и джинсы примерить. Нет, вот эти обычные. Почему? Смотри, у них, видишь, какая? Они необычные. Вот, низкая посадка мне не идет. Вот, чем мне нравятся. Это какие? Ну, которые супер ванны были. Оба-на. Это похоже на стиль Егора Шипа. Не знаю почему. Кто согласен? Пишем в комментариях. Смотри, какая бушка в школу. Слушай, а прикол. А где зеркало? Тут нет зеркала? А, нет, здесь. О, еще есть супер ванны и кофты. Короче, мы сейчас будем тут выбирать что-нибудь. Нам надо вот это. Прикольно. Можно примерить. Это какой размер? Давайте вот это на вещи поставим. Все, и будешь примерять. Ну, я же примерять буду здесь. Что вы можете поставить? Размер 42. А я так не понимаю, 42, не 42. Да, это мой. Мой, 42. Я 44, я 42. Ну, ладно, окей. Еще юбки. Тут есть супер короткие. О, смотри, какой топ. Прикол. К юбке такой. Футболочки. Это мне не нравится. И пати короткая. Тоже не надо. Это слишком непонятно смотрится. Окей. Очень классный текст. Еще. Такая же, с таким же классным текстом. Очень таким. Многосодержащая информация там написана. Сейчас еще здесь посмотрим что-нибудь. Тут есть такие штаны. Если это вообще штаны, можно назвать штанами. Это лосины, да. И такой же верх. Но джинсы мне не нравятся. Не можешь попробовать эти лосины? Нет, я не хочу, чтобы у меня все облегалось. Не люблю. Посмотрите, какие штаны. Это робо. Блин, не хочу оверсайз брать. В общем, у меня есть гениальный план. Значит, убираем эту рубашку, потому что я категорически не хочу брать оверсайз. Я хочу убрать, ну, в основном оверсайз из гардероба. Потому что пора уже показывать, что есть, что показывать. Вот. А у меня все оверсайз, поэтому как бы проблема. Хьюстон. Чего я сегодня говорю Хьюстон? В общем, около нашего отеля мы заметили классный магазинчик. Он такой тоже... Нет, я понесу. Я понесу. О, мазер, это тебе надо. Я опять не договорила. В общем, около отеля есть прикольный магазин. Там и оверсайз есть, и то, что мне нужно есть. Короче, идем туда. Смотри, какие штаны. Блин, это оверсайз, но не могу. Смотри, штаны-то вообще какие интересные. Садишь нормально? Еще белые есть. Блин, только не оверсайз. Пожалуйста, не показывайте мне ничего больше оверсайз. В школу шоппер не нужен? Нет, это шоппер в мою прошлую школу. Вот туда такой нужен был. Прям огромный, серьезный. Вот так бы я ходила с ним. Офигеть, он тяжелый. Он прям на вешалке идет с комплектом. Как второй чемодан. Ой, это что, это костюм такой? Кто это носит вообще? Боже мой. Конечно, иногда сумму удивляет. Мне вообще мода, в принципе, удивляет. Пакет надеть вообще на себя нормально? На какой этаж? Ну, на первой? Уходим? Наверное, нет? Короче, купили только кисти. Блин, так я хотела эти сапоги. Значит, придется мне их заказывать в Питер. Мне они 100% нужны. Так, сейчас мы идем ближе к отелю. Там есть прикольные магазинчики, потому что это центр. Там можно одежду посмотреть и обувь посмотреть. Мы нашли сегодня один классный магазин. Так, мы купили себе вот такую штучку в прошлый раз. Прикольная. Для объема. У нас закончился лак, мам. Может, мы здесь лак возьмем? Одну штучку? Да, да. Что-то еще понадобится? Тебе что-то еще надо? Шампунь, пендиционеры, несмываемые, термозащитные. Какие другие? Да. Но можно, смотри, отдельный шампунь и бальзам, а можно вот колокинку. А это другая линия. Это линия для длинных волос. Против сечения ломкости по длине. А это для укрепления. Укрепление и уплотнение волос. Короче, ребята, это страшно. Короче, мы не хотели больше ничего покупать. После того, как мы выбрали кисти, мы пошли наверх. Там ничего не нашли и решили уже уходить. Но тут я решила, ой, почему бы не зайти сюда и не взять себе что-либо для волос. Нам нужен был лак для волос, а там была классная фирма. Нам очень понравилась от нее вот этот мус, который для объема. Вот он прям классный. Вот. И, значит, решили взять лак для волос. И потом пошло-поехало. И в итоге я с таким пакетом фун. Но купила всяких бьюти-штучек, как обычно. Надо закрыть глаза и идти сейчас мимо удера стороны. Потому что мы пришли на тот выход. Нам нужно туда. А там наши любимые бренды. Блин, я хотела купить себе кроссовки. А я? С пакетом косметики. Нет, пожалуйста, не надо. Я не хотела. Я серьезно говорю, я не планировала. Нет, знаете, мы такие идем. Такие, ой, лак для волос. Нам нужен был. У нас как раз закончился. Мама спрашивает, а вот есть такие вот штучки? Короче, на волосы наносишь. И как смываешь там или не смываешь. И они, короче, вот такие замечательные. Нам, короче, показывают эту штучку. Мы такие, ой, ее давайте тоже возьмем. Потом нам показывают маникюрные наборы. Мужские. Мы папе хотели взять. Вот. Короче, они стоят там около 30-40 тысяч, по-моему. Мы такие, спасибо, не надо нам такой набор. А там мы видим дальше зубные пасты. И мы такие, Ксюша, у тебя закончилась. Мне закончилась зубная паста почти. Мы думали взять такую же, как у меня была всегда. Взяли на уровень выше. У меня была паста около 3,5 тысяч. А теперь у меня паста чуть выше 5 тысяч, так скажем. Короче, ну, брекеты на силы. Ретейнеры сейчас ношу. Еще и на пасте экономить. Спасибо. Не надо. У меня еще на мой зубные, еще таки, между прочим. Так. Нет, нельзя смотреть. Нельзя смотреть. Нельзя. Подожди, сейчас мы выйдем, я расскажу дальше. А тут просто идиот. Тут все красиво и прям нельзя пройти мимо этого. Ну, а Ксветику я прямо сразу. Так, вышли. Нам туда. Короче, рассказывай дальше. Ребят, нам сюда. Рассказывай. Ой, 4 секунды. 3, 2, 1. Пойдем. Да не торопись. Не собьют. Так. Надеюсь. Конечно же, надеюсь. Не 100%, что меня не собьют. Ну, 50, наверное. Ну, купить уже 100. Ну, вот, значит. Взяла пасту. Идем уже на кассу. Я говорю, все, больше ничего не надо. Я хотела купить себе кроссовки. Мне не надо косметики больше. Приходим на кассу. Я такая спрашиваю, у вас тут было масло еще? Вот я там увидела. Нет, я стою такая думаю, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, не хочу я брать. Ну, блин, ну нравится. И вам, говорит, если нравится, беретка. Я говорю, давайте. Запах идеальный просто. И, значит, и потом нам консультант говорит, она же, видимо, видит, что как бы нам уже не хочется это брать, но мы не можем это не взять. И она нам предлагает, у нас еще есть вот такой скраб. Короче, у нас есть вот такой вот беленький, все такой красненький, они пахнут по-разному. Вот, выбирайте вот этот. Я говорю, ну давайте. Короче, мы еще взяли скраб. И в итоге сколько мы сейчас заплатили за вот этот вот наш поход, за этот пакетик? 28. 30 тысяч за косметику, который мы не хотели брать. Ребята, я могла взять себе две пары кроссовок. Покажу все в отеле. Мы идем в Гум. Не знаю, зачем идем в Гум. Там еще есть кисти Диор, скорее всего. Идем в Гум. Так, внимание, я хочу сказать, что эти продукты у меня были в виш-листе все это время. Но я их не покупала, ну типа, ну не знаю, но как-то я... Я хотела их купить когда в новую квартиру перееду, но, видимо, получилось, что раньше. Вот, купила, значит, я их сегодня. 8 августа. Кстати, еще интересный факт, безумно интересный. Я вчера перед сном, значит, посмотрела фотопленки ровно год назад. 8 августа я приехала в Москву первый раз. Сегодня 8 августа, я снова в Москве. Тоже первый день. Короче, вот такое совпадение. Ровно через год я сюда вернулась. Ура! Приехали из Астрахани, где мы наелись арбузов, приехали в Гум и опять берем арбузы. Что ж такое? Такой у тебя нет, да? Двух сторон. Такой. Вот такой нет? Да. А как она? Почему-то такая коротенькая. Так вот. Да. Распирала, мы взяли уже. Вот эти крупные. Ребят, мы зашли в артикаре. В общем, здесь решили тоже посмотреть кисточки Георга. Такая у меня есть. Такую мы сегодня купили. Это для контуринга. Я, кстати, такую очень хотела купить себе. Сегодня вот купила. 21-ю мы купили в прошлый раз. Купили сегодня 22-ю, 23-ю, 24-ю и еще одну, которой здесь нет. Мы их купили сейчас. Вот прям. Покупаем. Итого сколько я купила? Итого. 3 плюс 5. Сколько? 8. Мы нашли один доскам, то сколько они стоят. Они по идее нормальные, у них цены рожные. А что, красивые? Смотри, какие розовые красивые. Я изначально хотела себе, знаешь, вот такие мне в Дубае понравились. А вообще я хотела... Нет, эти розовые очень лучше. Сейчас я в интернете покажу. Они очень прям нежные. А где цены-то? Я не вижу цены. Я просто не нашла или нет? Просто не нашла? А, ставьте к Йорку, чтобы узнать, что будет. Давай. Розовые, да, нам понравились? Угу. Ну да, вот 29. 30 тысяч, короче. Прикольно. Очень красивые. Мохнашки, класс. Идем дальше. В общем, это коллаборация Найка и Джек Химс по-моему, она считается. Вот розовые более популярные. Да, а то смирается больше. Они такие. Похожи на галуши. Нет, она резиновые сапоги точно. Я, наверное, те возьму. Ну вот эти прям. Давай их просканируем. Странно, почему нету ценника. Что так модно сейчас сканировать. Так удобно, наверное. Ну, не совсем. Раз смотрела, а тут сканировать нужно. Интернета не надо. А вот как у тебя голубенький. Где цена? Ничего себе. Не, мне те больше розовые понравились. Так, во-первых, мы сейчас были в магазине, я до сих пор не могу запомнить, как он называется. Вот у нас в Питере Киксбокс, а тут какой-то Кикс... Ой, что, подвернула? Нет. У нас в Питере Кикстам есть, и есть Киксбокс. Киктаун и Киксбокс, боже мой, ужас. А тут кик какой-то другой. И вот, значит, у тебя там... У тебя же Киксбокс? Да. Фотосессия, я решила попозировать. В общем... А? А это куда, если не секрет? Просто? Кстати, неплохо получилось. Да. Ну, я позировала специально, да? Штанг. Так, о чем я говорила? Мы идем не на Красную площадь. Мы идем в отель, заносим вот эти пакетищи. Потом мы идем в Никиту Ефремова. Смотрим кроссовки там, какие есть. Потому что я до сих пор не могу определиться, мне взять какие-то Найки или взять Камбус. Так, что я хотела сказать. Мы вам снимали-снимали, но у нас все сбросилось, потому что памяти на телефоне нет. Мы на телефон еще снимаем. Значит, мы зашли в магазин, не знаю, как он называется. У нас в Питере есть Киктаун, есть Киксбокс, это тоже какой-то Кик, другой, в общем. И там, в общем, брендовые кроссовочки. В этом магазине есть Найки, эти, как их, Джорданы и Адидас. Всякий раз, еще New Balance, кстати, там есть. Я шла изначально за Адидас Камбус, потому что их нигде нет, их нужно только заказывать. А я, как вы знаете, не люблю ничего заказывать и залую. Я люблю вот примерить, все спокойно и по факту уже купить. Потому что туфли, допустим, это вообще проблема у меня. То есть я даже иногда примеряю, вижу нормальные, примеряю, а вообще отстой. Вот так вот. Значит, там я нашла единственные из тех, которые мне нравились. Я хотела именно розовые барды, типа кампусы, которые с наличием, они мне подошли. Сейчас мы идем в отель, потому что мы не стали брать эти кампусы. Я решила, что мы еще зайдем в Никиту Ефремова. Там посмотрим, примерим и уже, если что, вернемся сюда обратно. Потому что они работают до 11, 9-12. Никита Ефремов до 10 работает. В общем, всего там было три цвета. Я сфоткала два, давайте я вам их покажу. Вот. Вот эти розовые мне понравились изначально, такие малиновые прям. Но их нет было в наличии на мой размер. И мы решили примерить красные более пудровые. Такой спокойный цвет. Они смотрятся даже лучше. Ну, то есть, сочетать яркие гораздо, мне кажется, сложнее, чем что-то такое спокойное. Если говорить про ярко-малиновые, то они стоят 29 примерно. А вот эти 3800, по-моему, да, они стоят? Вот. Идем в Никиту Ефремову примерим. И если нам ничего не понравилось, то вернемся обратно. Потому что, я не знаю, мне взять какие-то найки, которые я так люблю. Или мне взять все-таки новую модель, которая недавно вышла. Не уводи. Мне кажется, кампусы тебе вот эти нужны. Ну да, я их, кстати, увидела в Дубае. Изначально, когда я увидела кампусы, я увидела зелененькие. Мне они так понравились, такие интересные. Потом я, по-моему, у Вали карнавал увидела вот такие же красные, которые я сейчас примерила. Короче, судьба надо брать. Так, пока я не вижу тех, которые тебе понравились. Красивые, да? А мне, знаешь, как тебе нравится? Вот, Виолетти, видишь, наверное, востоящие. Ой, кстати, какие интересные, знаешь? Какие? Ну, такие. Ну, так себе. Где лучше были? У Ксюши, кстати, заработали наушники. Оказ, они севшие были. Ну, вот, тупое просто. А когда никто его выяснил. Ну, вот еще. Подошли в какой-то магазин прикольный. Так вот, цвет тоже, смотри, вот кампус. Только задник черный, видишь? А, ну да. Примерка. Вот я не помню, задники у них были черные или нет? Сейчас мы смотрим, я же сфот. Нет, там без задников. Но они потемнее, да? Эти прям нежные. Ну, они, да. Это очень светлые. Они прям светлые. Да. Те потемнее у меня почему-то больше понравились. У них цвет прям такой хороший. Прям классный. Это лучше. То, что мы видим за сегодня. Класс. Ребята, доброе утро. Мы проснулись где-то в полдевятого. Ой, не то открываю. Где-то в полдевятого. Сейчас время полдвенадцатого. Нам в двенадцать нужно съехать из номера. Потому что мы приехали в Москву на одну ночь. На двадцать четыре часа. Так. Посмотрите, какой у нас крутой вид из окна. Просто московский такой. Центрально-московский вид. Тверской район. Майлав. Так же, как, наверное, у туристов в Питере Невский проспект. Посмотрите, я сегодня в новых кроссовках. Я решила их прогулять в Москве. Просто божественные. Они такие удобные, ребята. Посмотрите, какой лук составила. Изначально я планировала идти вообще не так. Но из-за того, что я как бы захотела надеть эти кроссовки, я составила вот такой лук. В общем, получилось, что я вся на розовом. А сумки, подходящие у меня, нет. Это проблема. Я взяла с собой только черную и голубую. Хотя в Питере... Хотя в Питере у меня тоже нет розовой сумки. Есть розовая пушистая. Но она прям малиновая, зимняя. Вот. Есть только бежевая. Нужно купить розовую сумку, ребята. Короче, сегодня у нас в планах поехать в Афимол. Потому что мы сегодня уже улетаем. И вот нужно успевать едем в Афимол в Москву-сити. Там посмотрим какую-нибудь одежду. Я хочу накупить себе топов в Боди. Ну, посмотрим, может быть, я передумаю и куплю себе что-нибудь другое, как обычно. Сейчас мы отдадим вещи на хранение. Потом пойдем в кайф, позавтракаем, вызовем такси и поедем в Афимол. Сегодня я еще хочу зайти в Старс Кофе. Ой, любовь! Я же вам рум-тур не сделала. Так, давайте мини-рум-тур. Значит, здесь у нас три больших окна. Очень классных. Очень красиво. Очень светло. Далее картины, подушечки, большая кровать. Это халаты. Далее тут есть вот такой красный стул, столик, крючки, телевизор, шкаф, вентилятор. Очень классно, потому что тут было очень жарко, ребята. А кондиционера нет. Вентилятор спасает. Так, далее здесь у нас душ. Я предлагаю пофоткаться, пока мы не съехали, да? И выходим. Это влог. Всем привет. Мы в Афимоле. Почти. Ребята, мы зашли в магазин, называется Тубут. Я знала о нем давно, но вот зашла только сегодня. Я увидела на сайте очень классные топы. Увидела розовый. Мне понравился. Я думаю, примерить серый и розовый. Что серый тоже прикольно выглядит. Не знаю, примерять велосипедками или нет, мам. Мне кажется, нужно примерить велосипедками, а там уже подумают, брать их или нет. Так, вот они. Это размер XS. А мне какой нужен? Это Эльку. Ну, XS, наверное. Так, а вот розовый. Ребята, в общем, я примерила два костюма, и мне понравились оба. В общем, розовый идеально подходит под мои новые кроссовки, поэтому это точно берем. А серый, ну, он просто красивый, вот. Короче, берем два костюма, я вам их покажу уже в Питере. Ну, и фоточки в Инстаграме, разумеется. Так, мы встаем на склады и идем на второй этаж. Вот наш пакетик, вот такой синенький. Тут такая красота. Не знаю, что мы поищем на втором этаже. То, что, в общем-то, с одеждой, наверное, погуляем, посмотрим. Да. Так, сейчас еще зайдем в Топ-Топ. Вот он тут. Я, правда, не смотрела их сайт, поэтому не знаю, что мне там можно купить. Но сейчас походим, посмотрим. Что-то мы ищем облегающие, да? Это классный сарафан. А у тебя нет сарафана. Ну, примерь. Мне кажется, так красиво будет. Ну, давай. Вот я сейчас куплю и пожалею, потому что я могла купить чем-нибудь другое. Поэтому я еще похожу. Ну, давай тогда вот такой посмотри. Смотри, вот. Опять розовый. Да. Так у тебя розовый ничего нет. Смотри, какой красивый. А потом приеду в Питер, скажу, хочу черное. Да почему? Наденешь. Давай, примерь. Нет, я хочу черное. Сколько стоит такой? О, нормально вообще. Давай. С-ка. С-ка. Ну, на, держи. Смотри, какие сапоги. Не купили в ЦОМе. Это вот самую куху? Да. Ну-ка, припей. Ой, они привязаны. Вот. Ну. В принципе, можно вообще ничего не надевать. Просто кофта и сапоги. Да. Ой, какое платье. Это ж платье, да? Как рубашкой. А, и оно еще завязывается. А как оно завязывается? Ну, да. Оно завязывается. Не болтайтесь. Тогда мне не нравится. Потому что еще вот такое оно завязывается. Видишь, бант. Смотри, кушечка. Класс. Это с топом. Класс. Посмотри, сколько она стоит. Она как вместе с топом, да, идет, я так понимаю? Я не знаю. Посмотри по цене. Вот она вместе с брюками... А, с юбкой идет, нет? Нет, не должно быть. Ну, кстати, с юбкой неплохо сочетается, да? Да. Ну, вот все почему-то такие кофточки, которые тут стоят. Давай, примель. Давай. И топ, да, вот этот белый? Ну, топ, да. У нас с такими лямками нет. В общем, мы берем вот такую кисточку. Выглядит она вот так. Она для... Примян, для бланки. Да. Так, это кисточка для тональника, плотной текстуры. Или для пудрового. И для легких текстур, и для плотных, и для растушевки. Это для губ и для консилера. Вот, а 16-й в наличии нет, мы еще походим, посмотрим. Угу. Ну, это мы точно берем. Нам дали много подарочков. Просто я в шоке. Мы за одну поездку в Москву и в Астрахань купили почти все кисти. Сейчас мы еще походим. Я вообще шла в Эль-Де-Батте, чтобы там поискать кисти. Эль-Де-Батте мы не нашли, заодно нашли почти все кисти Диор. Трэш. Если кому-то нужны кисточки Диор, приходите в Золотое Яблоко, в Афимоле, тут все есть. Все есть. Почти. Я в шоке. Нет только 16-й кисточки, за которые я шла, между прочим. Я предлагаю зайти еще в Эль-Де-Батте, в Литуаль и в Лив-Гош. Если там мы и найдем 16-й кисть, это будет трагедия. Ну, ладно. Идем искать. Переживешь, да? Переживу. Нам туда. Мы шли в Эппл-Бокс посмотреть кисти Диор. Их здесь нет, но зато тут есть новые бальзамчики. И это моя, которых у меня нет. Во-первых, с арбузом. У меня нет. У меня нет с кактусом. У меня нет с персиком. Сейчас еще посмотрим, каких у меня нет. Так. Смотрим. Это все. О, дыня. С дыней у меня тоже нет. Опачки. Берем. Как сказать, обновление у нас, новинки. Так, что еще? Сейчас. Так, это мы взяли. Как-то в нашем нашем сайте. Яблоки редко, да, новинки? У нас, да, редко бывают. Разбирают сразу. Так, это все у меня есть. 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 Это тоже все есть. Короче, заходим в еще один ревгош. Сейчас посмотрим здесь кисти. Нет, там был ли туалет, это ревгош. Все. Последний шанс купить кисточку Dior номер 16 бьютифри. Бьютифри мы будем сегодня. Кстати, может быть, мы даже вам еще не знаем, как мы ее купим. А может, не купим. Куда мы пойдем? Нам нужно в Старс Кофе будет зайти, кофе попить. Разумеется. Может, арбузиков поедим? Арбузиков мы в Питере поедим. Мы решили сходить в кино. В... Как его? В офимоле. У меня очень холодная мача, поэтому я как бы не могу выговаривать все слова. Да, мы не знаем, какой репертуар, но мы идем в кино. Посмотрим. Вы еще в тот раз хотели сходить, а у нас не получилось. Там я знаю, что есть какой-то исторический фильм. Можно в него сходить. У тебя язык не шевелится, по-моему. Потому что холодная мача пьет. Мы идем сюда, на Жанны Дюбари, куда мы и хотели. Так. И он, правда, начинается в 4. Так. 16 плюс, но мне есть 16. Время сейчас 3.31. Через 3 минуты. Ой, какой зал хороший. Маленький такой. Комфорт. Смотри, 0.5 комфорт. Супер. Моя любовь. 10, значит, выбираем. Давай, давай, да. 5-6. В общем, мы его хотели пойти вчера в этот премиум кинотеатр, но мы не успели. Мы были... Мы кроссовки выбираем. Вот эти. Видишь, тут можно пойти в Дубай, в Лондон, Нью-Йорк и так далее. Пойдем в Дубай. Представьте идеальный план. Заходим через центральный план. Ребята, мы так торопились, что мы просто убежали с кинотеатра, вызвали такси, и вот мы в аэропорту. Мы уже прошли все проверки и выйдете флип в планах. У меня тут купить кисточку Диор номер 16, если она, конечно, есть наличие, но если нет, значит, ну не судьба. Так, про фильм я хочу сказать. Не советую. Не, прикольный. Ну, как-то он такой, знаешь, тематический. Я сначала думала так, стать с ребенком, уйти, а потом думала, ну ладно, ей же 16 лет, по идее. Ну, как-то так, знаете, тема такая. Так, подожди, потом мы же не рассказали, мы же не рассказали, что у нас было с такси. Короче, геолокация выключена в Москве, особенно в центре. На время какое-то, да. Да, и получилось, что мы не могли вызвать такси, и остановили первого попавшегося таксиста, который приехал за кем-то, но тоже так как не было геолокации, к нему никто не пришел. Я говорю, давайте мы поедем, мы уже опаздываем. Время у нас до аэропорта было всего 2 часа, правильно? Ну да. Все, идем туда смотреть кисточки. Где Диор? Вот здесь. Вот, и он нас довез до отеля, там мы забрали свои чемоданы, и сюда быстрее в аэропорт. Короче, мы успели, но у нас здесь небольшие проблемки были. У нас перевес, у нас чемодан 30 килограммов, ребят. Твои 24 часа в Москве закончились. Продолжение следует...